Это сделает тебя счастливым, это настоящее чудо. Ваши знания мне очень помогают в трудные моменты. Я очень простой человек. Я маленький ребенок, который вырос в своей семье в Карповке Крымской области, Красногвардейского района. В нашей семье отец был трактористом, он был хорошим человеком. Мама, он очень много работал, рано вставал, в 5 утра, работал на тракторе в обед. До обеда он работал, окучивал все виноградники, я не знаю, чем он там занимался, на гусеничном тракторе. А вечером переходил на поливалку, вечером он опрыскивал виноградники ядохимикатами, чтобы заработать больше денег. А вечером еще и шел, через день или через два, и брызгали они вот этими поливалками, я не знаю, орошения, брызгивали поля. Это происходило много-много лет, я его фактически не видел. В те моменты, когда он приходил домой, я уже спал. А в те моменты, когда он уходил, я еще спал. И ему было тяжело, мама тоже, ей было тяжело. Я всегда брал на себя ответственность, потому что старался максимально помочь семье, потому что семья была большая. Все нуждались и так далее. Потом были у меня за моими плечами. И много всяких путешествий, и много всяких и смешных, и не очень приключений. И были за плечами сейчас у меня в моем возрасте перенесенное онкологическое заболевание, перелом лица у меня был там, и перелом рук и ног, и несчастные отношения, и несчастная любовь, и многократно кидалово, когда я бизнесом занимался. И очень много всего. Очень часто я опускал руки, потому что мне казалось, что Бог несправедлив ко мне, что это все полная ерунда, что вообще это вся вымышленная духовность и церковь. Вырабатывало это все во мне гнев такой, гнев несправедливости по отношению и к Богу, и по отношению и к миру, и так далее. К чему же я стремился? Как обычный человек, который живет самой обыкновенной жизнью. Я всегда в своей жизни стремился к тому, чтобы у меня была семья, я хотел, чтобы у меня было свое имущество, мне хотелось, чтобы я зарабатывал деньги, я хотел быть здоровым. А что еще нужно человеку? И это все создавало ряд вопросов, создавало ряд вопросов, и эти вопросы каждый может найти в чем-то, или ответы на эти вопросы. Один человек, скорее всего, может их найти в том, чтобы, допустим, быть более целеустремленным, более жестким, может быть более активным, более хитрым и так далее. Кто-то может получить это в своей жизни просто так. Я же это делал с помощью эзотерики, которую эзотерикой, собственно, назвать сложно, потому что те программы, которые я даю, их можно называть и по-другому. То есть, условно, моя эзотерика не эзотеричная. Поэтому, в случае, если, допустим, Александр Либер пишет, да он эзотерикой занимается, это не эзотерика. Да, это не эзотерика. У него нет диплома. Какого диплома? Эзотерического нет. Или, там, вот этот мальчик Николай Чернов, он там, да, это он не маг, он не маг. Ну и что? Я вообще не знаю, кто я. Маг я, не маг. Эзотерик, не эзотерик. Да, собственно говоря, мне это все равно. Почему? Потому что те идеи и те методы, которые я применял для себя в моей жизни, они помогли мне стать тем, кем я являюсь на сегодняшний день. Свои идеи, допустим, по ведению бизнеса я выложил в своей книге, которая называется «Доктрина бизнеса». Там ни одного слова об эзотерике. Свои идеи по магии в бизнесе я выложил в своей книге, в своем семинаре, там, «Привлечение денег в жизнь». С практикой, которую меня познакомили когда-то в одном из индийских храмов, нечаянно попал вечером во время ритуала, который называется «Женитьба». Я видел, как брали, передевали девочку, которая была лакшми, и передевали мальчика, который был ганешей. После чего мальчики подходили к девочке, там, женились, на них одевали, и там, проводили по кругу их вокруг алтаря. И девочки к ганеше подходили, и там, ну, это обряд, который называется «Женитьба». Я этот обряд переначал, назвал его «Женитьба на деньгах», провожу его немножко в другом виде. Те методы, которые я принимал или применяю в своей жизни на сегодняшний день, сделали из мальчика, который, скорее всего, дальше бы, чем игра на трубе и баяние, дальше бы никуда не пошел, знаете. Оно позволило мне создать свой собственный бизнес, успешный, в раннем возрасте приобрести недвижимость, заработать огромный капитал, не занимаясь эзотерикой профессиональной, не преподавая ее. Я не могу вылечиться от заболевания, которым я страдал и которое не давало мне шанса для жизни. Да, я не говорю, что я исключительно эзотерикой смог вылечиться. Нет, это не так. Я смог вылечиться, и эзотерика дала мне силы бороться. Она дала мне надежду на то, что можно справиться с этим, и дала понимание, где же все это, как же с этим всем необходимо было переходить. Возможности видеть немножко дальше, чем обычный человек, дает мне возможность не совершать ошибки, когда я начинаю заниматься предпринимательской деятельностью. Потому что очень часто так бывает, что человек делает один шаг вперед и пять назад. Когда человек, допустим, который считает себя ясновидящим, который считает себя эзотериком, то этот человек должен быть примером. Каким? Лакшери. То есть он должен быть примером интеллигентности, богатства, здоровья, успешности, семейственности во всех ее проявлениях. Являюсь ли я таким? Для кого-то да, для кого-то нет. Но мне все равно, почему. Я для себя являюсь и для своих близких. Я люблю маму свою, и я люблю жену, я люблю этих деток своих. Ну, как любой, собственно, мужчина. И тут можно сказать, а любой ли? Ну, и вот во всем, знаете так, получается, вот эти идеи, которые у меня появились со временем, вот идея проявления добродетели, а является ли это моим? Ну, вы понимаете, в мире, в котором мы живем, уже ничего ничьим не является. Уже тысячекратно это все кем-то придумано. Но краски, они же тоже кем-то придуманы. Но каждый же рисует масляными красками свое полотно. Именно поэтому рычагов и методов миллион. Это кисти и краски. А уже кто для себя что нарисует, это уже опыт, знаете, сын ошибок трудных и гений парадоксов. Именно поэтому я никогда не говорю, там, старайтесь ли это правильно, это неправильно. Я не знаю, как правильно, но то, что я сделал с собой, и то, как я это все сделал для себя, является для меня концепцией счастья. Почему я начал выкладывать информацию о своих учениках Игоря Мачеренко, Юрия Полякове и так далее. Ну и собираюсь дальше выкладывать дальнейшую информацию об учениках. Дело в том, что это доказательство того, что когда это срабатывает с одним человеком, то это может помогать и другим людям.